Дерматовенерология Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня я постараюсь ответить на вопрос, чем занимается дерматовенеролог? Вообще это специальность, которая объединяет в себя несколько тысяч болезней. В основном, конечно, это болезни кожи. Однако начнем мы не с них, а с того, что вообще делает дерматовенеролог. Дерматовенерология – это наука, которая образовалась на слиянии двух во многом отдельных дисциплин. Это кожных болезней, начиная от опухолей кожи, аллергических заболеваний и так далее. И кончая заболеваниями, передающимися половым путем. Это произошло вследствие того, что, во-первых, болезни половые, в частности, сифилис, гонарея, раньше доходили до таких стадий, когда определенные поражения и симптомы находятся на коже. И дерматологи часто сталкивались с ними. Во-вторых, если пытаться отдать эти заболевания тем же урологам, то они даже и подумать часто не могут о том, что та же гонорея может поражать глаза, рот, анус и так далее. А сейчас-то сплошь и рядом вследствие достаточно разнообразных сексуальных контактов у населения. И, соответственно, то же самое гинекологи. Они ограничены только своими органами чаще всего. И поэтому действительно не хватает часто широты взглядов на те же самые симптомы и лечение гонореи, которые не связаны с половыми органами, а такое сейчас еще раз повторяю, бывает в 30-50% случаев. То есть очень и очень часто. Холомидии, гонореи, другие инфекции, в том числе кандиломы, например, часто находятся во рту, в анусе и так далее. Ну и вторая часть специальности, это, конечно, дерматология, куда входит вообще несколько тысяч болезней. Очень разнообразные опухоли и так далее, и аллергические заболевания, и хронические заболевания, такие псориазы. Всем этим занимается дерматренировка. Если коротко, то расскажу, как нужно подготовиться к визиту к дерматогенерологу и что стоит ожидать от этого. Если вы идете сдать анализы на половые инфекции, желательно не кушать много жирной пищи, потому что часто всего сдается кровь, и она может подвергаться хелиозу, то есть накоплению излишнего количества жира, и по сути дела тогда реакции нельзя провести нормально. Хотя вот прямо на голодный желудок такого жесткого требования, конечно, сейчас уже нет. Если вы сдаете на половые инфекции, очень важно, что часто забывают это не мыть головку полового члена, не подмываться женщинам хотя бы в день обращения, потому что вы смываете вот те бактерии, те половые инфекции, которые могут вызывать ваши симптомы, а соответственно, лучше, чтобы они были в большей концентрации. Второе, нужно, естественно, не мочиться полтора-два часа. Третье, желательно в день обращения или даже за два дня до, за день-два до этого не вступать в половые контакты. Такие, в общем-то, обязательные требования, потому что в ряде случаев это сдача не только в Москву бывает, это вот сдача спермы, мочи, которая непосредственно должна накопиться, просто технически поэтому нужно не мочиться и не заниматься интимными связями перед походом к врачу. Что касается костер пациентов, то многие из них думают, что вообще врач просто посмотрит и сейчас он все назначит вам мазь, все помажьте и все пройдет. Но, к примеру, если это аллергия, то она идет изнутри и мазать мазью, которая бы проникала в внутрь, таких просто нету. Поэтому, да, если это, например, какое-то острое поражение, например, вы засунули в кислоту свой палец и все идет снаружи, тогда, да, есть смысл чем-то мазать, какие-то наружные препараты примете, все будет хорошо. В противном же случае необходима сдача крови, необходима часто сдача соскобов и других анализов, волосы, ногти. Поэтому необходимо, во-первых, не стричь ногти, если вы хотите их сдать или идете на прием к микологу. Это подразделение дерматовенерологии. Нужно не мыть смылом участки кожи, которые поражены, не мазать их минимум 3-7 дней, чтобы было нормально, можно посмотреть на то, что у вас все-таки есть. Можно было нормально поскаблить, в любом случае, посмотреть определенные симптомы. Можно было взять соскобы с кожи. Поэтому вот такие простые правила должны соблюдаться. И редко надеяться на то, что вам пропишут мазь и все пройдет. Мазь вам, безусловно, пропишут. Но, во-первых, это происходит чаще всего после анализов. Во-вторых, это не является, как правило, единственным вариантом лечения. Это чаще всего комбинация и с таблетированными, и с средствами в инъекциях. Поэтому рассматривание дерматолога, как врача, который прописывает мази, в коне неверно. Если вы привыкли к нашей бесплатной медицине, чтобы диспансерия вам так делала, это не значит, что это правильно. Если у людей нет возможности сейчас при современном обеспечении назначить грамотно соскобы на грибок, ПЦР-анализ на грибок, посевы на грибок, если нет возможности назначить кровь на аллергию, иммуноглобулин и так далее, не буду продолжать, то не нужно думать, что это правильно. Это просто как бы врачи не хотят связываться с этими талонами, очередями и так далее, назначить вам мазь отфутболит. Это возможно, но это далеко не правильный подход, и чаще всего, конечно, в общем-то, если пациент страдает действительно тем заболем, который будет изнутри, то мазь только на время заглушает симптомы. Поэтому не нужно думать, что, еще раз говорю, что дерматовенеролог или дерматолог – это врач, назначающий мазь. Это, без сомнений, частично так, но это только начало процесса лечения. Ну и если останавливаться теперь на самом лечении, по дерматологии я коротко, но понятно сказал, что касается половых инфекций, то, опять же, здесь бытует мнение очень часто у пациентов, что можно вылечить одной таблеткой, сейчас это очень модно, очень часто, пусть даже там таблетка стоит, грубо говоря, тысячу или две рублей, я проглочу ее и все пройдем. Такой, опять же, подход имеет варианты, но в том случае, если вы только, например, два-три дня назад имели сексуальный контакт, у девушки или партнера, у парня установили какую-то конкретную инфекцию, и нужно провести профилактику эту инфекцию, тогда такой подход возможен. Но в большинстве случаев, к сожалению, это не так. Это не так не только поэтому, но и потому, что, ну, самые широко использованные антибиотики, например, тот же самый азитромицин в разных формах, тот же самый флюконозол, как противогрибковый препарат, ну и так далее, леофлоксацин и прочие препараты, те же самые доксициклины, они используются уже порядка двадцати лет. И, к сожалению, за это время прошла революция и со стороны возбудителей. То есть они стали малочувствительными и устойчивыми к этим антибиотикам за двадцать последних лет. Новых препаратов на наш рынок почти не поступило, это касается не только рынка России, но и рынка мира, потому что я так понимаю, что фармацевтическим компаниям нужно отбить те вложенные средства на разработку, поэтому новых средств, ну, или по каким-то другим причинам, научную часть мы изобретать не будем. Значит, соответственно, новых препаратов не поступило, а значит, на сниженной чувствительности чаще всего по старым схемам эти возбудители, те же самые хламидии, микоплазмы, уреоплазмы и так далее уже не проходят. И попытка пациентов прочитать что-то, в том числе в интернете и выпить одну-две таблетки, конечно, ну, минимум в двух-третьях случаев по половине уж точно обращаться неудачей. И важно бы еще неудачей, это не так страшно, но чувствительность тех возбудителей понижается еще больше к лечению, и самое неприятное, что они переходят в хроническую стадию и ведут простатиту, бесплодие, брожение яичек и так далее. Вот это очень пагубная вещь. Я понимаю, что для ряда пациентов, ну, относительно дорого исходить к врачу, даже за выписку этой схемы лечения, за анализами, но от того, что вы так безлаберно относитесь к своему здоровью, то никаких плюсов не будет. Поэтому, конечно, очень желательно, грамотно подходить к подбору доктора и, как бы, если вам прописали одну-две таблетки, ну, поверьте мне, что зачастую это неправильный подход, он ведет только к хронизации инфекций. Вот, если коротко, но понятно, какой диагностикой и лечением занимается дерматранировка. Естественно, что после каждого проведенного лечения, будь то кожные заболевания, будь то заболевания, передаваемые половым путем, необходимы контрольные анализы, то есть проверить те инфекции, те изменения в организме, которые были до лечения. Это очень важная, опять же, часть, которую многие пациенты, к сожалению, забывают, тем самым приводят к повторным рецидивам, хронизации тех же инфекций, процессов и так далее. Поэтому задача дерматранировки стоит не только в том, чтобы попытаться вылечить процесс, но и убедить пациента сдать контрольные результаты после проведенного лечения. При необходимости обратиться к дерматранировку в Москве. Ждем вас в нашей клинике платный КВД. У нас принимают грамотные доктора, которые занимаются диагностикой и лечением всего спектра дерматранировки заболеваний. Спасибо за внимание.